В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке показали военные США. В сети появилось видео с испытаниями машины. На поезд она мало похожа, но едет агрегат, как и составы могли. В Японии используя магнитное поле. Транспортное средство смогло развить скорость в 1018 км в час. Машина сумела за 2 секунды преодолеть расстояние, равное длине 7 футбольных полей. Это мировой рекорд для подобных транспортных средств. Чтобы, к примеру, преодолеть расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, на таком поезде потребуется менее 4 часов, в такой же расстоянии между Москвой и Иркутском. Отметим, что предыдущий мировой рекорд принадлежал Моглеву из Японии, которому удалось развить скорость в 825 км в час. Собрать робота своими руками предлагают стартаперы из Китая. На ней презентовали конструктор, из которого можно создать механического муравья. Предназначен робот прежде всего для детей. Его сборка развивает моторику и, кроме того, помогает детям понять основы робототехники. Собрав муравья, можно управлять его движениями при помощи смартфона, голосовых команд или же просто рисуя линии на бумаге. Тогда робот будет воспринимать их как траекторию движения. Муравей с помощью встроенных сенсоров способен ориентироваться в пространстве и даже умеет находить выход из лабиринта, если его туда поместить. Также робот выражает эмоции при помощи незамысловатых движений. Когда он радуется, то раскачивается из стороны в сторону. Если роботу страшно, он начинает дрожать. Ну а если он хочет поиграть, то переворачивается на спину и подставляет хозяину свой живот, как собака. Из встроенных в него сенсоров можно перечистить датчик освещения, сенсор расстояния, звуковой датчик, а также поверхность, восприимчивую к прикосновениям. Она расположена на голове. Вес муравья составляет всего 209 граммов, а работает он от обычных батареек. Связь с роботом осуществляется по Bluetooth или же через USB-порт. Сейчас разработчики собирают деньги на производство на одной из стартап-платформ. Если денежная компания завершится удачно, то первые покупатели получат своих механических муравьев уже в этом году. Стоимость игрушки в переводе на наши деньги составит около 4000 рублей. И снова Китай. Компания Xiaomi, являющаяся производителем мобильных устройств, готовит к выпуску по-настоящему огромный смартфон. Видимо, не дают покоя лавры, линейки ноут от Samsung и плюс вариаций флагманов Apple. Как сообщает портал Droider.ru, Xiaomi готовит увеличенную версию своего смартфона Mi 5. Новый девайс получит приставку Max и будет обладать дисплеем с квада HD разрешением и диагональю 6,4 дюйма. Размеры уже совсем не смартфонные, а ближе к планшетам. Судя по рендеру и снимкам, которые появились в сети, дизайн будет похож на нынешний флагман Mi 5. Ожидается, что аппарат получит металлическую рамку и изогнутое стекло на тыльной стороне. О технических характеристиках Max пока информации нет, но наверняка они в большинстве своем будут повторять спецификации Mi 5. 4 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти и процессор Snapdragon 820. Анонс гигантского смартфона Xiaomi ожидается в мае. Остается только вопрос, а многим ли нужен настолько большой девайс? По всей видимости, это будет исключительно нишевое устройство. Тем временем средняя цена смартфона в России выросла более чем на 25%. По итогам первого квартала этого года она, по данным Евросети и Связнова, составила 12 300 рублей. Что касается самих продаж, то всего было реализовано около 6 миллионов устройств. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая выручка с рынка смартфонов за первые три месяца 2016-го выросла на 33% и составила 71 миллиард рублей. Треть этого пирога досталась Apple, хотя в штучном выражении компания продала менее 10% от всех реализованных в России устройств. Показатели объясняются высокой ценой на iPhone. На втором месте по выручке южнокорейский гигант Samsung. Его доля составляет 24%. Ну а третью позицию занимает китайская компания Lenovo. В денежном аспекте производитель занимает 9% рынка смартфонов. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.